Одежда, обувь, сувениры, парфюмерия и даже лекарства. Под известными брендами на прилавки рынков и небольших магазинов Кубани поступают самые различные контрафактные товары. Такую продукцию не сразу отличишь от настоящей, но в красивых упаковках зачастую не просто грубая поделка. Вещь может быть опасной для жизни. Проблему оборота незаконных товаров Финьямин Кондратьев поднимает на краевом совещании. Фальсификат может не только нанести ущерб здоровью людей, но и уже серьезно бьет по бюджету региона. В казне недосчитываются миллиардов рублей. Это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности. Тех легальных производителей, которые на самом деле платят налоги, которые работают в белую и те, которые работают в черную. Где же те равные условия, которые мы должны сегодня обеспечить, в том числе и бизнесу. Они сегодня на нас смотрят с огромной надеждой, что мы сегодня создадим равные условия. В первую очередь для легального бизнеса, конечно, но и просто уберем с рынка любой контрафакт и любой фальсификат. Каждый глава муниципального образования, если он хочет, он знает, где у него и что производится. Под белым флагом или под черным. Здесь вопрос в том, что если мы сегодня обеспечиваем сбыт и фальсификату, и контрафакту, то, конечно, будет предложение. Должны удалить там, где он производится в конечном счете. Или уж если он заводится, заводится массово в край. Вот там нужно поставить жесткий заслон. Контрафактными товарами промышляют в основном в маленьких магазинах и киосках. Но чаще всего нелегальную продукцию можно встретить на нелегальных рынках. У продавцов нет ни разрешения на торговлю, ни документов на сам товар. Именно через несанкционированную торговлю осуществляется основной трафик фальсифицированной продукции, парфюмерной продукции, пиротехнических изделий, одежды, обуви, а также рыбы, рыбной продукции и других товаров. Как показывает практика, организаторами несанкционированной торговли являются в основном перекупщики из других субъектов России. Сегодня злоумышленники поделывают все, на что есть спрос. Например, при проверке выяснилось, что почти половина торированного цемента в мешках в крае – контрафакт. За год выявили больше 270 тысяч упаковок с лекарственными препаратами. Роспотребнадзор забраковал 3 тонны мясных изделий и 265 килограммов молочки. По-прежнему в топе популярной фальсифицированной продукции – алкоголь. Всего за два месяца специалисты Департамента потребсферы обнаружили почти 40 магазинов, где продают нелегальный алкоголь. А это более 180 литров опасного для жизни напитка. В сравнении с прошлым годом цифры значительно меньше. Мы эти все механизмы, формы и методы преступников уже понимаем, знаем и работаем на упреждение. Ведь в основном это все упреждающие меры, когда мы изымаем ту алкогольную продукцию, которая готовится к новогодним праздникам, к курорту и так далее. То есть это работа на упреждение. Чтобы пересечь оборот незаконной продукции, по опыту федерального центра в Краснодарском крае разрабатывают систему маркировки. Так можно проследить весь путь изделия от его производства до продажи. Параллельно в регионе продолжают создавать условия для того, чтобы легальный бизнес стал более конкурентоспособным. Сегодня, на мой взгляд, этих механизмов более чем достаточно. И меры государственной поддержки сегодня есть, и продвижение продукции сегодня стимулируется на счет краевых денег, и фонд развития промышленности создан. Наши задачи создать условия для производства легальной промышленной продукции. Полностью убрать контрафакт с прилавка в крае станет возможным, только если наладить собственное производство, расставил акценты вне Минкондратьев. Местные товары должны отличаться качеством и быть по доступной цене. Контрафакт будет, потому что продукция дешевле, безусловно, то, которое сегодня предлагается в официальных торговых точках. Это уже правда. Поэтому мы, прежде чем активно начать с этим бороться, мы должны тоже сделать так, чтобы сбыт у одних прекратить, а другим дать возможность легально по той же цене продавать. Для этого мы должны создать этот малый или средний бизнес настолько работающим, чтобы мы не запретили, а вытеснили контрафакт. И вытеснили фальсификат. Поэтому еще раз подчеркиваю, не запретить, давайте подумаем лучше, как вытеснять эту продукцию, своей продукции. Поэтому давайте сбалансировано подойдем. Вместе с тем важно не просто пресекать случаи в момент сбыта фальсификата. Необходимо искать точки его производства, потребовал Вениамин Кондратьев. Чтобы зачистить рынок от сомнительной продукции, губернатор края поручил усилить работу на местах. Мария Крошный, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.